после очередного ролика нам начали слать кабачки и подсказать что с ними сделать неделю думал и придумал были до дня сегодня готовим и для сегодняшнего были до дня нам понадобится вот такой вот кабачек килограмма 456 он точно весит но с ним будем разбираться потом сейчас нам нужно подготовить все ингредиенты для того чтобы начинить его лук предварительно включаем сковороду добавляем подсолнечного масла и нарезаем лук первую часть я отправляю и вторую половину пусть нагревается теперь нужно приготовить соус возьмем соевый соус раз-два-три достаточно черный перец и обязательно ложку подсолнечного масла лук обжаривается обжаривать его нужно до полной готовности дальше нам понадобится свинина фарш свиной здесь у меня кило двести можете взять говядину но свинина лучше сочетается с соевым соусом добавлю очень-очень много черного перца подсаливать его не нужно потому что в процессе приготовления когда будем обжаривать его тогда добавим соль когда обжариваете лук и вас остается вот здесь на краях нужно его обязательно отсюда убрать центр потому что он здесь засохнет и подгорит и тогда у вас точно получится блюдо дня лук обжарился сейчас добавим килограмм кило двести свинины переводим на средний огонь накрываем крышкой и пусть обжаривается и сейчас самый самый при самый важный момент когда кабачок у нас будет превращаться в еду нам понадобится чистка или как она называется овощечистка вот чем длинней кабачок лучше лучше он будет пусть потоньше но длиннее и вам нужно будет сделать слайсы прям чем длиннее слайс тем лучше снимать сначала шкуру с него которая по плотнее и вот так вот укладывать ничего страшного если вот такие вот маленькие грызочки получаются они все пойдут в еду все кожуту сняли теперь нам понадобится противень можете взять любой можете взять вот такой все зависит какое количество кабачка и остальных ингредиентов вас будет подсолнечное масло примерно ложку все края промазываем и легким движением выкладываете вот так вот слайсы кабачка чем будет больше переплетение тем лучше старайтесь уложить так чтобы внизу не было вот таких вот пробелов чтобы потом когда сюда поместили начинку не было прямого контакта подставляете в сторону если не хватило вы еще подрезаете все первый этап у нас завершён и как правило кабачок он на самом деле безвкусный но у него практически нет никакого вкуса кроме травянистого и для того чтобы придать ему какой-то вкус тот соус который приготовил раньше мы его намажем на кабачки внутри масло подсолнечное предназначено для того чтобы лучше соус распределился и приклеился к овощам фарш приготовился самое главное максимально как у вас получится сделать так чтобы комки у фарша были маленькие чтобы не было и такой одной большой плюхой все переходим к начинке и чтобы вам было легче резать на таком гигантском кабачки слайсе сделаем следующее примерно вот так вот отрежем сторону кости которые не нужны можете прямо так вот взять и в карман шучу беретесь берете овощечистку и пошли резать слайсы и готовый фарш тонким слоем распределяем на дно противня противне какая же ты противне берем моцарелла берем терку и плавными движениями настругиваем моцареллы на мясо распределяем моцареллу и подготовленные слайсы какие есть вот так вот укладываю слоем слой и вложил и теперь наношу соевый соус много не надо чуть-чуть чтобы появился вкус следующим этапом после первого слоя я нарежу томаты ну вон вот такими тоненькими тоненькими дольками чем длиннее тем лучше и томаты вот так вот выложу красиво слой томатов уложил и опять моцарелла моцареллу загрузили и повторяем упражнение укладываем слои теперь можно кстати вот так вот поперек укладывать очередной слой закончен беру соус и смазываю соусом и остатки мяса распределяем на мясо сверху моцарелла и завершающий результат и теперь поперек закончили упражнение это еще не всего теперь нужно взять какой-нибудь вкусный соус который вам нравится возьмите тот соус которым вы дома готовите пиццу вот смотрите и соус нужно размазать вот так вот по поверхности и вот так вот вот так вот нужно все краешки промазать вот так вот так а дальше угадайте что остатки пол килограммового моцареллы обязательно весь сыр который попал на противень сверху нужно смахнуть вовнутрь иначе он запечется и будет запеченный но сейчас отправляем это все в духовку 200 градусов до 200 градусов на 25 минут поехали перчаточки от подписчицы видите в ней не жарко видите даже берусь и мне не жарко засекайте 25 минут мы пока пойдем попьем чаю ну что господа 25 минут прошло мне вот прям хочется вот так вот сделать вот так я просто это такая вкуснятина конечно никто не пробовал но я уверяю что это вкусно данному блюду нужно отдохнуть ну хотя бы 10 минут чтобы оно вот чуть-чуть остыло потому что ну горячая как есть нельзя для желудка опасно ну и для здоровья все через 10 минут встретимся кабачок остыл вернее блюдо из кабачка сейчас попробуем вот только посмотрите как какая красота как все тянется моцарелла и теперь самые любимые ответственные моменты это дегустация вот вам еще один рецепт куда можно использовать кабачки когда вы готовите лазанью вам не нужно покупать эти пластинки теста не нужно никакие макароны не нужно ничего делать вы просто возьмите вот эту тонну кабачков которые у вас есть возьмите вот такой вот гигантский противень ну я сделал просто в маленьком противне вы можете сделать вот в таком противне умножьте это там на 2 или на 4 все зависит от противня и приготовьте семья от радости обрыдается всегда готовьтесь любовью ну а с вами как всегда был серж до скорых встреч пока и для сегодняшнего блюда дня вам понадобится вот такой вот вот там она положит слой томатов данному блюду нужно отдохнуть ну хотя бы вот вам еще пожалуйста одно блюдо куда можно использовать кабачки не надо вам на вот вам еще один рецепт куда можно использовать кабачки замените вот вам еще одно место вот вам еще один рецепт куда можно использовать кабачки место лазаньи какой почему вместо то вот вот вот